В 2020 году Квентину Тарантино исполнилось 57 лет. Сейчас этот маститый творец не перестающий удивлять своих поклонников, а ведь еще 25 лет тому назад он был начинающим режиссером, мечтавшим снимать и знавший, что именно он хочет поведать зрителям. Квентина знают и любят во всем мире. Это самобытность за то, что сумел найти свои отличительные художественные особенности, за то, что никогда не соглашался на потеху публики снимать конъюнктурные фильмы, за то, что понятен каждому зрителю и, конечно, за безграничную любовь к кинематографу. Именно поэтому в его фильмах стремятся сыграть все, от начинающих актеров, мечтающих в лентах Тарантино вступить на путь славы, до голливудских звезд, которые просто наслаждаются съемками у мастера. И не стоит забывать, что Квентин Тарантино умеет запускать и перезапускать актерские карьеры. В прошлом году на экраны вышел его девятый фильм «Однажды в Голливуде». О смысле сюжета картины, многочисленных аллюзиях, альтернативной реальности и игре актеров можно рассуждать бесконечно долго. Но нас в этой ситуации заботит то, о чем почти никто не говорит. Дело в том, что следующие картины Тарантино придется подождать как минимум несколько лет. И что же делать поклонникам его режиссерского стиля? Ответ прост. Попробовать посмотреть фильмы, которые по духу похожи на его работы. К тому же о некоторых из них он хорошо отзывался. Другие же уже стали культовыми и завоевали своих поклонников. Здравствуйте, вы смотрите канал Киномания 24. И сегодня мы представим вам топ лучших картин в стиле Квентина Тарантино. Некоторые ценители кино полагают, что по стилю ленты Квентина Тарантино чем-то схожи на стиль Гая Ричи. Эта теория имеет право на существование. Недавно у нас был ролик о картинах в духе британского постановщика. И нам не хочется повторяться. Именно поэтому в этом видео не будет ни слова о святых из бунтока, кровавом четверге и других достойных работах. А если вы не видели предыдущий ролик, переходите по подсказке вверху экрана. Однако, кое-что интересное мы точно приготовили. Также с счетом рейтинга от IMDb. Снегоуборщик 2019 год. Последние 15 лет Лиам Ниссон, за редким исключением, играет одного и того же персонажа. Человека с талантом убивать. Которому пришлось взяться за это нелегкое дело, руководствуясь чувством мести или справедливости. Именно поэтому он и попал в картину Ханса Петтера Муланда. Решившего сделать голливудский ремейт своей же собственной картины. Удостоенной целого ряда престижных премий. В оригинале роль отца семейства, чей сын стал жертвой наркоторговцев, сыграл известный и уважаемый в Голливуде Питер Скарсгард. Он давно дружит с Мулантом, но решили, что для ремейта стоит подыскать кого-то другого, дабы попытаться раскрыть историю с другой стороны. На сей раз Лиам Ниссон сыграл роль простого снегоуборщика, движимого лишь желанием отмстить за потерю ребенка. Из оружия у него только навыки работы в условиях экстремального холода. Тем не менее, ему удается отправить на тот свет дюжину преступников. Да не просто так, а с выдумкой. И все это происходит с создающими особую атмосферу саркастичными комментариями. Складывает ощущение, что этот снегоуборщик случайно выживший и разменявший пятый десяток герой тарантиновских бешеных псов. Для меня честь получить титул «Гражданин года». Я всего лишь обычный человек, который расчищает дорогу к цивилизации. Просто убирает снег. Когда каждый день едешь по одной и той же дороге, часто думаешь о других жизненных путях. Но я выбрал правильный путь. И останусь на нем. «Драйвер на ночь» 2014 год. Режиссер фильма Джо Карнахан слывет продолжением дела Гая Ричи. Но однажды он снял киноленту в духе Квентина Тарантино. Клейдоскоп совершенно безумных персонажей. Блестяще сыгравшие нехарактерные для себя роли голливудские звезды, несколько знаменитостей в ипостасиях карикатурных идиом, соединились в совершенно неадекватной истории с неожиданными поворотами, обилием черного юмора и эффектными эджин-сценами. Фабула фильма «Нечто среднее между с меня хватит», «Бешеными псами» и «Водилой». Амбициозный, но неудачливый водитель лимузина, терпящий фиасто на профессиональном и личном фронтах, ввязывается в опасную авантюру. Со временем он начинает понимать, что будет весьма непросто не то, чтобы сорвать куш, а попросту выжить. Жизнь уже прошла на половину, а мне, к сожалению, совсем нечем похвастаться. Но только если подружка, которая мне изменяет. И давай закругляйся. И вообще я ухожу от тебя. И карточным долгом в 6 тысяч долларов. Верни мне весь долг сегодня до полуночи, или ты труп. Закатать в асфальт. 2018 год. Десятилетия назад Сильвестр Сталлона, экшн-франшиза «Неудержимая», вернул моду на брутальные боевики 90-х годов. Она, конечно же, не прижилась, став ноткой ностальгии, но ценителей жанра порадовала. А в 2018 году на экраны вышел проект о двух копах-недоумках, который очень органично смотрелся бы в прокате лет 25 назад. В этом случае тоже было сыграно на чувство ностальгии. Благо, от закатать в асфальт так и веет атмосферой, если не видео салонов, то раскладок VHS-кассет точно. Эдакий фильм «Самая ирония». Растянутый по хронометражу, обстоятельный, с резкими изменениями направления сюжета и отличным юмором. Постаревший, но все еще прекрасный Мел Дибсон хорош, а для Винса Вона роль в картине и вовсе стала одной из лучших в карьере. Муравей тот бы сожрал быстрее. Кинопроба, 1999 год. Не так уж и мало режиссеров, снимающих ленты, после премьер которых зрителям неплохо бы оказывать медицинскую помощь. Многие шокируют исключительно ради того, чтобы о них говорили. Любви к искусству там совершенно нет. Японец такая семейка явно не из их числа. Его совершенно не заботят, что о нем скажут критики. По крайней мере, 20 лет назад это было именно так. Он работал для себя и для своих поклонников. И при этом добился того, что его знают во всем мире. На слуху один пропущенный звонок и сукияки вестерн-джанго. Авторский стиль и самобытность этих фильмов буквально зашкаливает. В 1999 году Такаи экранизировал одну из новелл «Рюм руками». Уже на стадии объявления о начале работы над проектом стало очевидно, что лента будет неординарной и, разумеется, жестокой. В итоге получилась романтическая история, достаточно неожиданно перешедшая в клейдоскоп ужасов, пыток и жестокости. Особо впечатлительных зрителей рвало прямо в залах. Другие киноманы с неокрепшей психикой называли постановщика дьяволом. Это ли не лучшая характеристика? Костяной Томагавк 2015 год. И снова картина Крейда Залера. Честное слово, мы не планировали этого специально. Справедливости ради стоит отметить, что его драка в блоке 99 тоже весьма хороша, но явно не для этой подборки. В основном Костяной Томагавк даже стилистически похож на фильмы позднего Тарантино. Неспешный и жестокий приключенческий вестерн с характерными героями, интересными диалогами и неожиданными поворотами. В качестве вишенки на торте Курт Рассел, который с этими же роскошными усами снялся у Тарантино в омерзительной восьмерке. В центре сюжета спасательная миссия героев Курта Рассела, Патрика Уилсона и Мэттью Фокса. В американскую глубинку 19 века. Благородные, в общем-то, персонажи хранят в каждой своем шкафу такое количество скелетов, что это вызывает удивление. Как они вообще-то дожили до своих лет? Учитывая, что перед нами не просто вестерн, а фильм ужасов, по ходу сюжета героям для того, чтобы не погибнуть в середине картины, приходится использовать весь свой жизненный опыт. Мисси Цедуайр похитили. Она для меня все, и теперь она в лапах дикарей. Кто знает, что они с ней сделают? Кто это сделал? Имя он я не знаю. Как думаешь, сколько их? Неважно, сколько их было, шансов у вас нет. Если лошади сдохнут, или мы окажемся на вражеской территории обессиленными и уставшими, каждый сам за себя. Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль». 2018 год. Дрюк Годдард не один десяток лет проработал с Джай Джей Абрамсом, переняв у великого мистификатора способность с первых же минут фильма буквально приковывать зрителей к экранам, но при этом не ушедшего в бесконечное цитирование своих же предыдущих работ. Годдард проще, но одновременно с этим он более многогранен. Сценарист Баффи, шпионки, монстров, войны миров зад и постановщик хижины в лесу неожиданно для всех выпустил ленту, максимально похожую на творение Тарантино, но при этом даже, возможно, более свежую, чем у самого Гвентина, и от этого не вполне понятную зрителям. Лихо закрученный триллер о том, что в американских отелях порой происходят вещи, которые в самых страшных снах не снились даже Стивену Кингу. Приятно удивил нелинейным повествованием, обилием прекрасно проработанных героев и непредсказуемых развитием сюжета. Сыгран, конечно же, на высоте. Тот же Крис Хемсворт снова доказал, что он нечто большее, чем просто гламурное воплощение скандинавского бога. Несмотря на солидный хронометраж, фильм смотрится на одном дыхании, вызывая желание спустя какое-то время пересмотреть его заново, открыв для себя кое-что новое. Тарантино не кривил душой, когда похвалил картину. Это игра. И начинается все с простого выбора. Вы не могли бы открыть дверь? Нет, я не стану этого делать. Что выбираешь ты? Добро, зло? Бога или безбожие? Красное или черное? Однажды в Ирландии, 2011 год. Эта подборка тоже не обойдется без фамилии Макдонах. Причем нам даже не придется заниматься самоцитированием. А вот без толоритного бренда на Глиссена обойтись было бы невозможно. Благо для братьев Макдонах он служит одновременно другом, источником вдохновения и проводником идей по ту сторону камеры на съемочной площадке. В этом фильме Глиссен сыграл роль полицейского деревенщины. Из ирландской глубинки, в вочине которого внезапно совершается резонансное преступление. Да настолько громное, что расследование делают показательным, подключая к нему агента ФБР. Ситуация быстро выходит из-под контроля, а развитие событий бросает то в жар, то в холод. Перестрелки сменяются неполиткорректными шутками, расследования норовят сорвать болваны, а мафия правит балом. Главный герой оказывается наиболее адекватным персонажем, с таким выдержанным чувством юмора, что каждая его шутка бьет точно в цель. Так ты вырос в трущобах? Нет, я вырос не в трущобах. Вообще-то я из богатой семьи. Лето в Хэмптоне, катание на лыжах в Аспине. А я думал, негры не умеют кататься на лыжах? Или плавать? Ночи в стиле Буги. 1997 год. Казалось бы, ну как можно сравнивать Квентина Тарантино с Полом Томасом Андерсоном? Ведь они совершенно разные. Да, легко. Оба являются несомненными талантами. Влюблены в профессию, за годы в которой проработали неповторимый стиль. Андерсон подарил миру кинематографа много знаковых картин, отмеченных многочисленными наградами. Но до Монгольи и Нефти он снял полную версию собственной короткометражки «История Дирка Дитлера», повествующую об индустрии фильмов для взрослых 70-80-х годов. Требовалась смелость, чтобы снять подобный фильм. Равно таки для того, чтобы пригласить на главную роль тогда еще не ставшего большой звездой Марка Уолберга. Но россыпь звезд в этой ленте поражает. От Филиппа Саймура Хоффмана и Дона Чидла, до неподражаемых Джона Сирайли и Уильяма Мэйси. Между прочим, сам Андерсон за сценарий был номинирован на Оскар, а Берт Рейнольдс с Джулианой Мур за свои актерские работы. Что общего у этой картины, где даже почти не стреляют, с работами Тарантино? Запоминающиеся диалоги, обстоятельное развитие сюжета, безжалостность к обличению человеческих пророков и отсутствие даже намека на нраворучение и попытку кого-то осудить. А еще дар рассказывать историю настолько ярко, что она запоминается на десятилетие. Несколько лет назад Квентин Тарантино сказал, что он снимет еще два фильма. Всегда лучше уйти вовремя, сказав все, что собирался сказать. С большой долей вероятности, один из них будет посвящен семье Беатрикс Идо. Благо, с Умой Турман режиссер давно помирился. О чем будет вторая лента, а также когда оба фильма выйдут на экраны, пока не знает никто. Но ждут их с нетерпением. А какие ваши любимые фильмы Квентина Тарантино? Пишите в комментарии. А если вы любитель почитать о кино, переходите на наш портал киномания24.ру. Там вы найдете статьи о различных фильмах, подборках и рецензии на актуальные картины. Ссылка на сайт есть в описании и закрепленном комментарии. До скорых встреч, друзья! Киномания 24. Магия кино для тех, кто понимает. Магия кино для тех, кто понимает.